На прошедшей неделе в эфире БСТ произошел казус, который всколыхнул всю благосферу Уфы, и даже некоторые СМИ об этом написали. Вкратце расскажу, что случилось. Во время банального сюжета про какой-то там очередной успех в ремонте какого-то учебного заведения, в конце этого сюжета вдруг совершенно внезапно и абсолютно не в тему сюжета выскочил аудиоролик с митинга, требующего отставки Хамитова. Были проскандированы кричалки, раз, два, три, Хамитов, уходи. Очень хорошо было видно недоумение ведущей программы. В общем, ужас-ужас. На следующий день руководитель БСТ сообщил нам, что произошел несанкционированный взлом хакерами информационной системы телеканала, и, дескать, какие-то злодеи туда это дело все разместились. Я не буду комментировать вероятность того, что это были злодеи из черного интернета, потому что на самом деле это ерунда, и технически это невозможно. Я бы хотел обсудить сам факт появления подобного ролика на официальном государственном башкетском канале, и что бы это значило. Всю неделю этот инцидент обсуждался, всячески, значит, строились всевозможные версии и так далее. Я все-таки из многообразия этих версий выделил бы две. Первое – это действительно мелкое хулиганство никому неизвестных сотрудников БСТ, среди которых действительно очень много конфликтов, и постоянно происходят попытки кого-то выдавить, кого-то назначить и так далее, и так далее. Кроме того, у нас уже сложилась традиционно совершенно непонятная история и непонятная ситуация с финансированием канала. В общем, недовольных много. Кто-то мог аккуратно запустить эту запись, пытаясь, скажем, подставить, например, директора канала или еще каких-то должностных лиц. Это первая и, наверное, основная версия. Вторая версия – это злонамеренные действия самого руководителя БСТ. Как известно, господин Зарфуддинов у нас назначенец Бабича. Не думаю, что бы его назначение было здесь полностью одобрено местными властями, но, тем не менее, официальный представитель, полномочный представитель президента России по ПФО поставил на эту должность своего пресс-секретаря. Ну, это, наверное, более такая фантастическая версия. Она из разряда каких-то теорий заговора. Но если она правдива, тогда это действительно прямая конфронтация между полномочным представителем ПФО и Хамитовым. Важнее другое. Почему поставили именно этот ролик? Предположим, что это хулиганы, которые решили просто похулиганить в эфире. Обычно ставят какой-нибудь прикол, кусочек мультфильма или, не дай бог, какую-то нецензурную брань. А тут выбрали абсолютно политизированный материал, направленный исключительно против самого Хамитова и так далее. Вот это очень примечательно. Это, конечно, свидетельствует о полной потере контроля за государственным каналом. Это свидетельствует о том, что внутри канала существует какая-то фронта, которая абсолютно не согласна ни с самим Хамитовым, ни с его деятельностью в области средств массовой информации. И, в общем-то, это серьезный сигнал местной власти о том, что что-то неладно в Датском королевстве. И действительно надо наводить порядок. Посмотрим, чем это обернется. Посмотрим, насколько это повоздействует на самого Хамитова и его окружение. Будем анализировать, смотреть за ситуацией. Кадровую политику Хамитова не ругал только ленивый. Масса всевозможных вопросов и недоумений по поводу его назначений. На мой взгляд, основная проблема в этом вопросе в том, что Хамитов в последние годы окружил себя людьми и поставил на руководящие позиции тех, кто, в общем-то, несет за собой довольно негативный, зачастую криминальный шлейф. И эта ситуация не могла не отразиться в дальнейшем на репутации самого губернатора, на репутации высшей власти в республике. На этой неделе мы видим некие практически воплощения этой проблемы. Например, Министерство внутренних дел начало доследственную проверку по признакам злонамеренного и незаконного банкротства крупнейшего застройщика в Башкирии ДКС, ФЖС, РБ, к которому непосредственное отношение имеет господин Нагорный, ныне занимающий должность главы администрации Хамитова. В свое время этот господин принял активное участие в этом процессе. Я не берусь сейчас утверждать, что это все было вызвано корыстным интересом, но иного объяснения найти трудно. МВД начало заниматься, министр поставил на контроль этот процесс. Кроме того, в минувшую пятницу прокурор республики также публично пообещал поставить на контроль этот процесс в прокуратуру РБ. Прокуратура будет участвовать в процессе банкротства, так как там замешаны государственные деньги. И, в общем, все это сводится к господину Нагорному, его коллегам по этому процессу, господину Туманину и Гусеву. Будем посмотреть, посмотрим, как это отразится. Сам факт такого разбирательства, конечно, негативно сказывается на репутации администрации главы республики. И говорит о том, что неразборчивость в подборе кадров, она в конечном итоге, конечно, отразится и на самом главе. Кроме того, конечно, в окружении Хамитова присутствует масса подозрительных граждан. Это тот же самый Рамил Дельмухаметов, общеизвестный в Уфе своими странными проделками еще в Кумсе города. Да и, в общем-то, на нынешней должности тоже. Говорить о Михайлове просто не хочется, потому что это человек, который, очевидно, не оправдал тех предположений, которые были в его отношении при назначении. Человек, не способный на контакт с общественными организациями. Человек, который, в общем-то, провалил выборы. Но, тем не менее, все еще сидит на собственном месте. В целом, вот это окружение, конечно, дает огромный негативный фон. Кроме того, на прошедшей неделе была подписана отставка управделами администрации главы Андрея Трухана. Что, в общем-то, вызвало некий ропот и недоумение в кругах чиновников в Уфе. Потому что общеизвестно, что Андрей Трухан был абсолютно чистым чиновником, к которому не было практически никаких претензий никогда. Не возникало никаких уголовных дел, никаких, значит, там, серьезных вопросов со стороны правоохранителей. Дела он вел тихо, мирно, значит, и, в общем-то, верой и правды служил Хамитову последние семь лет. Он был одним из немногих людей, которых Хамитов привел из своего прошлого окружения и который действительно выполнял свои функции на отлично. Внезапный отъезд Трухана в Крым навел многих на всевозможные вопросы. Что почувствовал Андрей Петрович, спешно покидая свою должность, мы и пока не знаем. Примечательна, конечно, и его замена. На место Трухана назначен Вадим Гореев, который в последние семь лет, в общем-то, занимался, на самом деле, просто безопасностью Хамитова. Несмотря на его должность в управлении делами, он, в общем-то, исполнял функции обыкновенного охранника. Я не знаю, следует ли Хамитов традиции Путина назначение охранников на серьезные должности, но, как минимум, недоумение это назначение вызвало. В общем и целом, конечно, вот кадровая политика Хамитова, она очевидно ведет и республику, и саму администрацию в тупик. Признаков того, чтобы было какое-то осознание этой, в общем-то, практики не наблюдается, значит, наверное, мы в дальнейшем увидим еще более нелепые назначения, которые будут производиться в администрации. В минувшую среду, 23 августа, в центре Уфы, на озере Солдатском, который расположен в парке Якутова, произошел примечательный инцидент. На воду были спущены плавающие буквы, составляющие фразу «Путин надоел». И это импровизированные заявления плавало по озеру примерно час тридцать, пока не было выловлено сотрудниками парка. И, в общем-то, вызвало веселье и фотографирование проходящих мимо отдыхающих граждан. Хотелось бы заострить внимание на том, что вот подобные импровизации со стороны, ну, обыкновенных людей, которые, в общем-то, никак себя не позиционируют, нигде не стали заявлять об этом, оно свидетельствует о том, что внутри общества, в общем-то, назрело некое недовольство, ну, и высшим руководством страны. Ну, и во многом это, конечно, иллюстрирует ситуацию в республике, в том плане, что многочисленные, многократные обращения к верховной власти России с просьбами о наведении порядка в Башкирии, в общем-то, не возымели никакого результата. Всевозможные петиции, обращения, письма к Путину, значит, по поводу изобразий, которые творят в республике подчиненные Хамитова и сам Хамитов, никакого результата не дали. И, видимо, вот это уже начало той реакции на вот эту ситуацию, когда люди начинают делать вывод, что, ну, в общем-то, и Путин нам тоже, наверное, не поможет убрать Хамитова из власти в Башкирии. Я не знаю, хорошо это или плохо, но, тем не менее, это очень примечательный факт, на него, наверное, стоит обратить внимание, и этот вывод, я думаю, будет делаться все чаще и чаще людьми, которые понимают, что, наверное, Хамитов угоден Кремлю, как минимум до ближайших выборов, а там будет видно. В прошлом выпуске «Открытой политики» мы упомянули о безобразном бездействии вице-премьера Сагитова в той области, которая, собственно, ему уверена в управлении. Это культура, образование, медицина. Безусловно, это обобщение вызвало некий резонанс и обсуждение. Очень многие, значит, высказали поддержку этой позиции, что действительно Сагитов у нас бездельник и неэффективный вице-премьер. И вот в конце недели появились слухи в Белом доме о том, что Салават Сагитов написал заявление об увольнении. Я не берусь пока говорить о том, что это достоверная информация, это всего лишь некий шепот из Белого дома, который у нас периодически оттуда раздается. Правда, пару последних дней он не посещал рабочее место, может быть, командировки, а может быть, еще где-то. Но, тем не менее, подобный слух есть. На грядущей неделе мы наверняка получим либо подтверждение, либо опровержение этого слуха. Посмотрим, было бы здорово, если бы все-таки наши усилия повенчались каким-то успехом хотя бы в таком незначительном вопросе, как назревшее увольнение вице-премьера Сагитова. Редактор субтитров А.Семкин